Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковке ничего не будет. Сегодня у нас будет обзор вот такой вот звуковой карточки ценой меньше, чем за 1 доллар. Вот так вот, да. Для начала скажу, что я думал запихнуть вот этот маленький обзорчик на нее в распаковку с кучей товаров за 2 бакса. Вот здесь распаковочка, если вы ее не видели. Но подписчики проголосовали за то, чтобы я сделал небольшой отдельный обзорчик на нее. Сразу скажу, что я ее тестил и на ПК, и на Маке, и сейчас под рукой ПК нету. Но уверяю вас, что то же самое качество и процесс подключения будет такой же и на Маке, и такой же будет и на ПК. Причем на ПК меня удивило еще то, что в момент при подключении не высветилось ничего. То есть в винде окошко даже снизу о том, что подключено новое устройство, или о том, что там найдены какие-то там драйвера, ничего не было вообще. То есть она подключена, и она пошла работать, то есть втихую, то есть молча. Ну а причина покупки банально простая, даже их две. Значит, первое это то, чтобы вам, подписчикам, показать, что можно купить за 1 доллар. Ну, собственно, вот она и есть, эта звуковушка. И вторая причина это решение проблемы отсутствия микрофонного входа, вернее, да, выхода или входа для микрофона. То есть здесь на Маке есть только выход на наушники, ну, либо на колонки. Получается так, то, что здесь в этом боке и нет, собственно, входа для микрофончика вот такого выносного, ну, либо вот такого. И, кстати, на Аймаке тоже, и на Макбуке, и на Аймаке нет. Ну, вот, собственно, проблема решилась с покупкой всего лишь за 60 рублей вот такой вот звуковой карточки. Сразу скажу, что столкнулся я с определенной проблемкой при подключении, но она такая очевидная. Если она сейчас повторится, я покажу, что происходило. Значит, шел очень сильный треск, я подумал, что звуковая карта херня и вообще, в общем, китайская говнота. Сейчас мы зайдем в настроечки, вот здесь вот у нас аудио-хардвер. И вот здесь, ну, естественно, нужно выставить инпут, это вот наша вот USB-шная звуковушка. И здесь было вот так вот, да, то есть 512. Сейчас я вам продемонстрирую, что будет так, да. И воспроизведение звука, вот записанного через эту карточку, записанного через вот эти микрофоны, было с треском каким-то. Что по поводу звучания, именно вывода звука, она классно работает. И мне вообще показалось, что она лучше работает даже, чем Realtek в материнке вот этих встроенных. Ну, для начала хочу показать качество записи через это чудо техники за 1 доллар. На столе, как вы уже видите, у меня находятся, значит, микрофоны, которые мы заказывали на Алиэкспрессе. И они есть, собственно, на моем канале. Если вы их не видели, то сейчас я их выведу на экран, и вы можете с ними ознакомиться. Кстати, качество записи с этих же микрофонов вы можете сравнить с тем качеством, которое писалось на ПК. И как мне показалось, именно показалось, вот через эту звуковушку запись идет чище, что ли. Ну, сейчас все услышим. Итак, давайте вот подключим, значит, нашу сначала петличечку. И я постараюсь продемонстрировать, какой треск и шум был, значит, на вот выставленном буфере на 512. Ну что, вперед. Итак, вот-вот, значит, мы сейчас подключили петличку нашу. И вот я сейчас разговариваю в нашу петличку. Но это лековато, вот, конечно, вот в таком вот расстоянии она будет писать лучше и качественнее. Если сейчас вы слышите какие-то артефакты и треск, вот, собственно, сама проблема. Скорее всего, вы и слышите. Теперь мы переходим в настройки Audio Hardware. И мы вот здесь выставляем 32. Когда мы выставили это значение, то у нас наша звуковая карта начинает писать чистенько. То есть, вот этих вот тресков, помехов и артефактов нету в записи. Сейчас я вам это продемонстрирую. И вот сейчас мы пишем, значит, через ту же самую петличку, через ту же самую звуковую карту, но выставив буфер в 32. То есть, она, видать, не справляется с буфером на 512. И вы сейчас слышите нормальный, отчетливый голос. И никаких помехов и тресков здесь сейчас нету. Ну и для полноты, как говорится, нашего обзора, давайте извлечем нашу петличку за 60 рублей, или сколько она там стоила. И давайте подключим, собственно, наш микрофончик, который покупался тоже на Алиэкспрессе, за, по-моему, полторы тысячи рублей. Ну, ориентировочно так он стоил. И вот у меня многие спрашивают, вот я вот сейчас вот так вот пододвину. Многие спрашивают, что будет, если не подключать USB? USB. Показываю наглядно, что будет, чтобы больше вопросов, поэтому микрофоны, хотя, все равно будут. Итак, вот я сейчас ставлю на запись. И вот сейчас я говорю в этот микрофон. И ничего не происходит. Как только я сейчас подключу сюда USB питание, извините, не той стороной, вот таким вот образом, то сейчас вы отчетливо слышите, что микрофон стал работать. Поэтому я еще раз повторяю наглядным образом, что этот микрофон работает только с питанием от USB. Никаким другим способом, только по USB или только по джеку он не работает. Здесь нужно питать ту плату, которая находится в этом микрофоне. Надеюсь, я четко и понятно объяснил, в чем проблема. Также эта звуковушка реагирует, давайте я вот так немножко пододвину, реагирует на отключение и выключение динамиков. То есть вы видите, на экране сейчас спокойненько все у нас мутируется. Если мы будем писать, допустим, что-то через микрофончик, то вот так вот нажав у нас, видите, красненьким загорается индикатор того, что микрофон замучен, а теперь он замучен, в смысле замутирован, ладно. А сейчас вот он работает. То есть индикация показывает то, что микрофон выключен. Так он включен. И опять же, вот видите, на экране все реагирует спокойненько. Ребят, и для полноты обзора, конечно же, здесь не хватает тестов на ПК. Но на ПК, я вас уверяю, будет то же самое. Я ходил к другу с этой же звуковой картой, подключали. И откуда вот я вот, собственно, говорю, что ее подключили. И она даже не блынкнула, то что она работает или не работает. Подключили, и она тут же начала на горячую работать. То есть никаких драйверов даже не устанавливалось. Все точно так же работало, как и на Mac. Поэтому, ребята, я, лично я советую вам вот эту вот звуковую. 60 рублей, да вы даже за эти деньги, я не знаю, вы два раза в метро в Москве не проедете. Вы купите только один билет. Да? Вот такие дела, ребят. Поэтому за 60 рублей, я считаю, что это нормальная звуковая. Справляется она и с записью, и с выводом звука. Во! Супер! Ну а с вами, как всегда, был канал Распаковка 2 Паковка. Не забываем поставить лайк видосу, подписаться на канал и вступить в паблик ВКонтакте. Там много всякого интересного. Пока! Интересно, вообще хоть кто-нибудь заметил, что у меня уже белый стол? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА